Вступая в период поста, мы вновь напомним, как и с какой целью, и с какими результатами должен проходить пост христианский. Пост – это оружие. Очень серьезное духовное оружие. Но в умелых руках оно совершает победу. В руках неопытных – дай ребеночку нож, он себя изрежет, сможет принести вред самому постящемуся. Поэтому важно помнить некоторые советы. Во-первых, пост должен быть умеренным. Каждый человек обязательно должен найти свою меру поста. Уставы, которыми мы руководствуемся, – это вершина, это идеал, это то, к чему мы должны стремиться. Не составлены иноками, составлены живущими совершенно в иных климатических, социальных и экономических условиях. Здесь нужно сохранять разумность и трезвость. И каждый должен найти свою меру поста. Верхнюю планку мы видим, но один пост для шахтера, другой пост для педагога, третий пост для военнослужащего, четвертый пост для беременной женщины или кормящей женщины. Каждый должен знать свою меру. С одной стороны, это находится экспериментальным путем, зная свои физические силы, зная свои немощи, потому что при многих болезнях желудочных, кишечных, пост вообще послабляется до максимума. Ну, например, при язве. Кому нужны эти страдания, если человек в результате воздержания от пищи доведет себя до тяжелой болезни, хронической болезни? Например, диабет. Он вообще не предполагает воздержание от мясной пищи, потому что жизненно необходимо по показаниям здоровья. Мир апоста находится из разумного рассуждения и совета со своим духовником. Подумали, благословились и в добрый путь. Крайности и в ту, и в другую сторону опасны. Излишне строгий пост, ну, мы помним слова апостола Павла, физическое упражнение малополезно. На самом деле, просто в самой голодовке пользы-то особой нет. И даже вред, потому что человек, очень строго постящийся, начинает превозноситься над другими, начинает гневаться. Что ты мне сюда масла налила? Я же строго пощусь. И кому это нужно? Другая крайность – это излишне слабый пост. Человек себя жалеет, и от этого развивается страсть себялюбия. Второй момент. Пост должен быть продолжительным. Есть опасность попасться в такую западню лукавого. Я лучше первую и последнюю недельку попощусь построже, а в середине такая яма, провал. Понятно, тоже пользы и смысла никого в этом нет, потому что наше тело, оно очень инертное. И пока его раскачаешь, пока введешь его в атмосферу поста, требуется продолжительное время. Хотя бы две-три недельки, чтобы человек привык, привык жить в этом режиме, молиться, общаться с близкими. Потому что голодный желудок – это постоянный источник раздражения. Так вот, лучше взять небольшое правило, посильное, но пронести через весь пост, чем схватить, надорваться и успокоиться. Типа, ну не могу я, не мое это. Важно помнить, что даже если по каким-то причинам пост нарушается, там родственники приехали, пригласили на какое-то событие, от которого мы не смогли отказаться и вынужденно нарушили пост. Не нужно на всем подвиге ставить крест. А типа, семь бед, один ответ. Все равно ничего не получилось. Ничего страшного. Покаялись, настроились и дальше ровненько двигаемся. Поскольку пост – это оружие, то его действием должно быть обострение страстей. Если человек постится правильно, то есть немножечко в натяжечку, немножко тело устает, истончается, истощается, то, что находится в душе, начинает себя проявлять. Ну, естественно, вылазят страсти. И правильное соблюдение поста должно человеку помочь увидеть свое реальное состояние. И здесь у кого что? Кто-то начинает к пище очень неровно дышать, кто-то в уныние впадает, кто-то тщеславится, кто-то блудными страстями разжигается, кто-то гордится. Но то, что мы заметили в себе действие страстей, это уже хорошо, потому что мы видим болезнь. Значит, мы можем начинать ее лечить. Вот таким образом, дорогие братья и сестры, начнем путь к Святой Пасхе, к Светлому Христову Воскресенью. И пусть Господь всем нам на этом пути поможет. Светлому Христову Воскресенью